Возьмем пластину не совсем правильной формы. По ее периметру проделано несколько отверстий. Пластина подвешена на горизонтальной оси за одной из этих отверстий. Она всегда останавливается в одном и том же равновесном положении. Чтобы запомнить это положение, прикрепим к оси отвес и проведем вдоль него прямую линию. Подвесим пластину за другое отверстие и повторим все действия с отвесом. И еще раз сделаем то же самое. Замечательным образом все три отвеса прошли через одну точку. Эта точка называется центром тяжести пластины. За какую бы точку мы не подвешивали пластину. Ее центр тяжести оказывается в наинизшем положении на отвесе. Интересно, а что будет, если мы подвесим пластину за сам центр тяжести? Пластина может висеть в покое или вращаться. Такое равновесие называется безразличным. Сделаем еще один опыт. Возьмем трубку, поставим ее вертикально и положим пластину сверху, центром тяжести на трубку. В этом положении пластина тоже никуда не наклоняется, ведь все ее части уравновешивают друг друга. Теперь обсудим, как можно найти центр тяжести однородной плоской пластины. В таких задачах физика сближается с геометрией, и наши рассуждения становятся похожими на доказательства геометрических теорем. И в физике, и в геометрии нам часто помогают соображения, связанные с симметрией системы. Например, если у пластины есть ось симметрии, то центр тяжести расположен где-то на этой оси, хотя мы и не знаем, где именно. Хорошо, когда у пластины есть две оси симметрии. Центр тяжести должен находиться на каждой из осей, значит, он совпадает с точкой их пересечения. Если у пластины есть центр симметрии, он же является и ее центром тяжести. Что же делать, если пластина несимметрична? В некоторых ситуациях помогает следующее рассуждение. Пусть пластина состоит из двух частей, красной и желтой. И пусть мы уже узнали положение центров тяжести каждой части. Подвесим пластину в центре тяжести желтой части. Если бы красной части не было, желтая часть пребывала бы в безразличном равновесии. Но красная часть будет поворачиваться до тех пор, пока ее центр тяжести не окажется под точкой подвеса. Но ведь и центр тяжести всей пластины тоже будет располагаться под точкой подвеса. Значит, центр тяжести пластины находится где-то на отрезке, соединяющем центры тяжести двух ее частей. Найдем с помощью геометрического рассуждения центр тяжести прямоугольной пластины с вырезанным углом. Для этого разделим ее на два прямоугольника. Центр тяжести каждого прямоугольника находится на пересечении его диагоналей. Тогда центр тяжести пластины расположен где-то на красном отрезке, соединяющем центры этих прямоугольников. Но пластину можно разделить на прямоугольники и другим способом, и снова найти их центры тяжести. Тогда центр тяжести пластины расположен где-то на голубом отрезке. Но если центр тяжести должен лежать и на красном отрезке, и на голубом, то он находится в точке их пересечения. Центр тяжести связан с равновесием. И от положения центра тяжести сильно зависит, будет ли равновесие устойчивым или нет. Возьмем бутылку и вставим ее в пенопластовую подставку. Бутылка находится в равновесии и даже может немножко покачиваться, но не слишком сильно. Она будет в равновесии до тех пор, пока центр тяжести бутылки находится над опорной площадкой. Карандаш невозможно поставить на острие. Опорная площадка слишком мала. И даже если бы центр тяжести карандаша находился в точности над ней, малейшего дуновения воздуха было бы достаточно, чтобы карандаш упал. Возьмем нож, воткнем его в карандаш и подставим карандаш острием на резинку. Карандаш не падает, его можно даже раскачивать. Дело в том, что теперь центр тяжести всей конструкции. Находится не над, а под опорной площадкой. А теперь аттракцион парящие вилки. Берем две вилки, сцепляем их зубцами, вставляем между зубцов спичку и ставим ее на угол стола или на бутылку. Такое ощущение, что вилки парят в невесомости. Продолжение следует...